Вы смотрите новости недели. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. По многим показателям на первом месте, но сбавлять темпы нельзя. На расширенной коллегии комитета Гомель обл. имущества подвели итоги работы за прошлый год и определили первоочередные задачи на 2019. Впервые наш регион лидер по удельному весу неиспользуемых площадей. Всего 2,3%. Общереспубликанская цифра почти на процент выше. По вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества и объектов открытых акционерных обществ с государственной долей собственности, Гомельская область не ниже второго места. Благодаря эффективной работе в бюджеты всех уровней поступило почти 250 миллионов рублей. Это почти наполовину больше, чем в 2017. В этом году необходимо вовлечь в хозяйственный оборот более 1200 объектов. Из них более 200 зданий нужно продать. В Рогачеве во время областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией обсудили криминогенную ситуацию в районе. Если в целом по Гомельской области по итогам 2018 года зарегистрировано снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, то Рогачевский район на фоне общей статистики выглядит не самым лучшим образом. Последние два года здесь наоборот фиксируют рост таких преступлений. В прокуратуре области отмечают, одна из причин – недоработка субъектов профилактики первичного уровня. Во время координационного совещания выработаны дополнительные меры, которые должны способствовать усилению правопорядка и снижению преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Среди главных условий достижения успеха – системная работа всех субъектов профилактики, их тесное взаимодействие. До 1 марта в Беларуси продолжалось проведение «Единых дней безопасности». В рамках акции проверка готовности формирований гражданской обороны и подразделений МЧС прошла на крупных предприятиях региона. На этой неделе масштабные учения провели в том числе и на предприятии «Мозыльские молочные продукты». По легенде, тут произошла разгерметизация оборудования на компрессорной станции и, как результат, выброса МИАКа. Сотрудники завода сработали оперативно. Информацию об условной чрезвычайной ситуации передали в службы экстренного реагирования. До приезда профессионалов самостоятельно организовали эвакуацию персонала и обесточили объект. В считанные минуты на место прибыли сотрудники МЧС, работники газовой службы и медики. Условную чрезвычайную ситуацию ликвидировали в короткий срок. Кардиографы, интерактивное управление фермой, 3D-карта Гомеля. На трехдневный хакатон в технопарке собрались люди с мегаидеями. Подобный форум прошел впервые. Среди участников как молодежь, так и опытные предприниматели и разработчики, которые демонстрировали свои новые идеи. Это, к примеру, медицинская техника, мобильные приложения и программы. 48 часов команды работали, чтобы потом представить свои проекты экспертному жюри и получить их оценку. В Гомеле прошел шестой пленум областного комитета БРСМ. В центре внимания достижение молодежного актива Гомельщины. В финале республиканского проекта «100 идей для Беларуси» из десяти номинаций две достались нашему региону. Сразу несколько перспективных разработчиков получили гранты на продвижение своих бизнес-идей. Кроме того, по итогам работы в прошлом году Гомельский областной комитет БРСМ признан лучшим по организации волонтерской деятельности. Сегодня в регионе 225 волонтерских отрядов, объединяющих свыше 7 тысяч человек. Эстафета «Пламя мира» вторых европейских игр прибудет в Гомель 5 июня. Об этом сообщил журналистам начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ, дирекции вторых европейских игр Алексей Богданович. Путь огня начнется 3 мая в Риме. После «Пламя мира» отправится в путешествие по странам Европы. В нашу страну огонь прибудет 11 мая. Маршрут эстафеты пройдет по всем областям Беларуси. В нашем регионе «Пламя мира» будет находиться с 5 по 10 июня. Факелоносцами станут известные уроженцы и жители области.